Сегодня мы будем заниматься проматериальное, понятно? Про бабки. Я люблю говорить про бабки, а особенно, когда бабки настолько доступны, оказывается, как сегодня. Не выезжая никуда, человек эмигрировал в новую жизнь. Это классный пример того, как люди могут благоустраивать свою жизнь, используя возможности современного мира. Вы часто говорили о том, что есть возможность сейчас в современном мире, где интернет развит и так далее, работать удаленно в своем маленьком городе, получать московскую зарплату. Давайте об этом подробнее поговорим. Первый вопрос такой, какую профессию нужно иметь, чтобы иметь эту возможность работать удаленно и получать высокую зарплату? Традиционные профессии, уже ставшие традиционными IT, интернет-профессии, продвижение, маркетологи, HR-специалисты, специалисты по подбору персонала, собеседования и так далее, колл-центры, ну это достаточно традиционно тоже, то есть достаточно много профессий, которые раньше реализовывались через локацию в офисе, сейчас размещены распределенно, то есть люди работают удаленно. Кстати, за время вот этой ковид-пандемии и так далее было обнаружено очень много новых моделей. Вы сами, может быть, видите, как расцвели вот эти все возможные доставки, курьерские службы и так далее, многие люди просто забили ездить в магазин. У многих руководителей есть страх, что если люди будут работать удаленно, особенно если их много и это там не один человек какой-то, а может быть 10, то они могут расслабиться, их сложно контролировать и так далее. Как сделать так, чтобы вот не расслаблялись? У сотрудников есть конкретное понимание, что когда они в офисе, здесь можно халяву бить конкретно. Пошел туда, ходил с этажа на этаж там и так далее. А руководители, почему-то до сих пор некоторые думают, что если собрал всех в офис, то значит все тут под контролем, хрен-то с два. Руководителю очень просто ввести какие-то традиции, например, там совещание со звон, или всегда быть на звонке, или если у тебя работа связана там, например, с реагированием на какие-то запросы, да, компьютер все подсчитывает. Ты через сколько секунд отреагировал на запросы? На самом деле многие люди очень плохо справляются с организацией удаленных рабочих мест. Ну типа люди там дистанционно работают, ну типа работают. Да не работают, если ты не реализовал удаленное рабочее место, не снабдил соответствующей инфраструктурой, системой мониторинга, там контролинга, вообще не построил процессы свои с учетом того, что у тебя дистанционные рабочие места, люди забьют на все и будут там в халатах на унитазе, значит, сидеть, и ты такой звонишь, совещание проводишь. Если бы ты видел, где он, сука, сидит сейчас, на толчке сидит. Я однажды вот так говорю с одним, говорю, ну-ка включи свою камеру. Он такой, можно я не буду? Я говорю, сука, включай. Он включает, я смотрю, точно в туалете сидит. Я говорю, ах ты сука. В самых дорогих отелях, да, в специально сделанных, там даже специально такие офисные, ну такие, ставят приблуды, что, он говорит, я здесь офис снимаю. Да он на два часа снял офис, да, чтобы эту встречу провести. И правильно делают, очень многие компании вообще избавились от офисов, потому что, еще раз говорю, организация удаленных мест позволяет достигнуть совершенно другой уровень операционного превосходства и видеть в мельчайших деталях, где еще можно сократить издержки. Вот и все. Какой смысл московской корпорации где-то искать в регионе, где, скорее всего, компетентных людей меньше, и платить ему ту же московскую зарплату, которую он может москвичу платить и никого по регионам не искать, не бегать? Ну, по поводу, что компетенции меньше в регионах, абсолютно не согласен. Дело в том, что в Москве наиболее продуктивные и эффективные сотрудники — это прежде. Я тоже когда-то приехал в Москву. Вот, есть даже поверье в Москве, если москвич, то может работать не так хорошо, как тот, кому нужно отстаивать место под солнцем и так далее. Ну, это все мифы и легенды. Тем не менее, к вопросам. Это, конечно, лукавство, что московскую зарплату получить на удаленке. Точнее было бы сказать так, зарплата сильно выше или выше, чем принято в регионе. Почему выше, чем в регионе? Потому что это обстоятельство и позволяет, собственно говоря, компаниям, который переводит на удаленку какие-то функции, легко хантить людей, привлекать людей, очень компетентных, которые сейчас заняты в локальных компаниях, в локальных офисах. Но люди очень довольны, потому что московских пробок нет, зарплата выше, чем было у них раньше. Ну, то есть все в результате довольны. Поэтому это прекрасный случай — повысить свою зарплату. касается он, конечно же, прежде всего, компетентных людей, те, которые сейчас хорошо устроены. Поэтому я еще раз повторяю — заботьтесь о вашем уровне дохода. Если вы компетентный специалист в Екатеринбурге, Новосибирске или в каком-то малом городе, ребята, сейчас классный шанс повысить свой чек за свою работу. Попробуйте выйти на рынок труда, там, Headhunter, Job.ru, какие-то порталы там, да? Некоторые люди мне пишут в Instagram или в YouTube, что, согласно моему совету, они дернулись, у кого-то зарплата в два раза, у кого-то в три раза, они говорят, мы в шоке. Я говорю, ну, а что в шоке? Когда живешь в жопе и не высовываешься оттуда, у тебя весь мир черный или коричневый, да? Однажды высунулся, увидел, что мир-то голубой, ой, фу, не голубой, разноцветный, я имел опять какое-то неудачное слово. Я не знаю, голубые, разноцветные, уже все занято, буду молчать. По вашему опыту, кто все-таки эффективнее работает, человек в офисе или человек на удаленке дома на кухне с ноутбуком? Ну, есть не только мое мнение, есть уже статистика. После такого двухлетнего перманентного локдауна, да, накопилось достаточно много статистики. эффективность многих специалистов сильно повысилась. То есть те, кто хорошо работал в офисе, оказалось, что они офигенно работают удаленно, более того, их производительность труда растет, то есть у них меньше непроизводительных потерь, передвижения вот этих вот там на транспорт и так далее, перекуров и так далее. В целом повысилась эффективность организации труда. Хочется все-таки еще о самих удаленных сотрудниках поговорить. Очень частый запрос и вопрос, как сделать так, чтобы психологически ситуация работы дома не давила. О чем я говорю? О том, что когда ты работаешь дома, у тебя ощущение, что ты спишь на работе. То есть ты проснулся, ты уже на работе, ты засыпаешь ты еще на работе и это как-то тяжеловато. Вот как с этим быть? Значит, самое действенное правило это ритуалы. Удаленное рабочее место, мне больше нравится термин дистанционное рабочее место, это рабочее место. Да, тебе дорога до рабочего места заняла три шага, окей, но ты умылся, оделся, причесался, взглянул в зеркало, ты себе нравишься, да, и вышел на это рабочее место, там, зум или там портал какой-то. Ну, ты вышел, все, ты на работе. Желательно, конечно, иметь отдельный угол. Не у всех есть такая возможность, я знаю, да, но угол можно организовать следующим образом. Наушники с хорошей изоляцией, компьютер, там, терминал, да, и повесьте на стену какой-то фон, ну, там, например, высотки, да, или какой-то там, желательно не море, там, какое-то вот эти пальмы, там, и так, такой пляжный, там, какой-то вариант. Нет, а деловой, деловой квартал, там, Нью-Йорка, например, или Москвы. Соответственно, дальше несколько перерывов, когда вы делаете, там, ну, не знаю, берпи сделать, отжимания, там, проходки, там, какие-то приседания и так далее, ну, чтобы не засиживаться, потому что вот эта сидячая деятельность умиротворяет настолько, что кажется, что ты спишь, это правда. Поэтому, слушайте, каждые два часа или полтора часа встаньте, пройдитесь пять минут такой вот, каких-то вот движений и так далее. Все, в принципе, больше ничего не надо и ничем не будет отличаться. Потом вы удивитесь, что ваша эффективность и продуктивность, когда вы ее замерите, вы увидите, что она на 20-30 процентов при схожих обстоятельствах выше.